Мы находимся на третьем этапе российской дрифтерии, который состоялся на автоспортивном комплексе Атрон, на одном из лучших автодромов России. Трибуны забиты, 32 гонщика успешно прошли квалификацию и теперь готовы перед парными заездами прямо на треке пообщаться со своими болельщиками. Дрифт отличается особенным вниманием публики к автоспортсменам. Это мне нарисовали, да, плакат ребят из Санкт-Петербурга. За меня болеет очень приятно. Классно. Прям активные болельщики в этом направлении. Да, у меня вообще очень много оказывается болельщиков. Екатерина Набойченко – единственная девушка, прошедшая в ТОП-32. Она представляет Москву и начинает свой путь в большом дрифте. Во время тренировок и квалификации трижды въехала в Рязанскую стену. Чинить машину вызывается не только ее механик. Остальные ребята, вот ваши соперники, тоже помогают? Ой, все помогают. Все вообще, потому что они меня соперником пока не считают. И они с удовольствием расставят свои комментарии, советы. Причем каждый раз говорят – это только тебе, никому не рассказывай. В парных заездах, которые начались после автограф-сессии, Екатерина проиграла Дамиру и Диатулину из Красноярска, который затем вышел в финал. Дрифт весьма понятный и зрелищный вид соревнований. Этим объясняется любовь зрителей к этим гонкам. Фарные заезды проходят в два этапа. Сначала один гонщик оказывается впереди, и рядом с ним, как примагниченный, едет его соперник. Чем ближе, тем лучше. Чем точнее повторяет движение первого, тем больше баллов получит. Во втором заезде гонщики меняются местами. Обгонять соперника нельзя, врезаться в стены не нужно. Необходимо показать максимальные навыки владения автомобилем и ситуацией в целом. Победившие своих соперников гонщики из топ-32 попадают в топ-16. Между турами они в течение двух часов вновь находятся под прицелом болельщиков. Скажите, чем вы занимаетесь в этот промежуток между турами? Стою сло-мастером, улыбаюсь на камеру и подписываю всякие штуки. Аркадий Цирекратцев является трехкратным чемпионом РДС Сибири. В 2015 году вошел в топ-8 лучших дрифтеров мира. Является руководителем гоночной трассы в Красноярске. Расскажите, у вас много друзей среди выступающих соперников? А мы соперники же только на те 30 секунд, пока едем парный заезд, а потом-то мы все друзья. Мы же все за одну идею. Это все началось с того, что просто группа энтузиастов и друзей собиралась и каталась вместе. Потом это просто обросло все спонсорами, какими-то флагами, палатками, мощными машинами. А суть осталась та же самая. В это же время на соседней площадке друзья соперники Цирекратцева устроили интерактив для публики, где с удовольствием отвечали на любые личные и профессиональные вопросы, стараясь делать это с юмором. На самом деле лучше настроен на предстоящий заезд, это отвлечься от него. Это реально работа, это уже годами проверено. Поэтому мы, собственно, придумали эту рубрику, где всем весело и хорошо. Так что в перерыве гонщикам не присесть. Однако стопроцентно можно отметить, что звездной болезни у них нет. Они легко общаются с людьми и журналистами и являются любимчиками спонсоров. Конечно, грех жаловаться. Мы спонсорам очень интересно, причем как спонсорам чемпионата самого, так и спонсорам отдельных команд. Дело в том, что эта зрелищность, она привлекает очень большое количество и живых зрителей на этапах, и всяких просмотров в соцсетях и так далее. Это очень популярно. Среди участников представителей Рязани на этом чемпионате не было. Однако сейчас условия для тренировок организованы на автодроме Атрон. И при успешных показателях каждый может рассчитывать на спонсоров. Борьба за первое место в этом этапе была напряженной. По ходу пьесы пошел дождь, отчего у гонщиков изменилась тактика. Колеса перестали дымиться, а машины стали менее управляемые. Как на льду. Оценивали выступления спортсменов лучшие судьи. Федрика Шерифа – итальянский дрифтер. Многократный чемпион мировых соревнований в дрифте 19 лет. От его глаз не уйдет ни одна неточность пилотов. Я здесь, потому что... Я думаю, они пригласили меня из-за моего опыта. Федрика Шерифа – главный судья РДС. Он отметил, что уровень дрифт-соревнований в России является самым высоким в мире. РДС попадает в топ лучших соревнований планеты и сопоставим с чемпионатами мира. Техничная трасса. У нас есть быстрая часть в начале, а в конце очень техничная большая часть. Преимущественно здесь. А потом уровни меняются в средней секции и в последней. Мне нравится эта трасса, потому что здесь все детали сочетаются. Скорость, техничность и также здесь не очень простая трактория. Ну, во-первых, этот автодром построен профессиональным гонщиком, моим хорошим другом Дмитрием Малаховым. И для нас он просто идеален. А с точки зрения конфигурации все отлично. У нас есть все элементы и скоростные участки, и медленные сложные участки. Плюс инфраструктура здесь отличная. Гостиницы и рестораны. Ну, для нас идеально. Другие этапы РДС проходят в Сочи, в Нижнем Новгороде и в Москве. Но только рязанский автодром располагает гостиницей, все номера в которой забронированы за несколько месяцев до этапа. Участниками и, конечно же, гостями РДС, которые приезжают не только из России, но и из стран ближнего зарубежья. У публики, в принципе, всегда дрифт нравился, потому что это зрелищно красочно интересно. Я думаю, что вы сами видите, что творится за нашей спиной. А по поводу статуса, где соревнования не имеют статуса чемпионата России, и Кубка России, но при этом это называется российская дрифт-серия. Это, по сути, верхняя планка, которая существует в данный момент в нашей стране. Какие у вас ощущения, когда вы выезжаете уже на старт, когда вы попадаете в первый занос, что вы чувствуете? Я со стороны просто, вот у меня дух захватывал, а что внутри? Внутри, во-первых, да, это круто, очень круто. Потом ты начинаешь к этому делу привыкать. Наверное, как, наверное, к любому всему, в том, что ты делаешь, привыкаешь. Если ты растешь в плане скорости, естественно, ты опять, наверное, ловишь тот адреналин. Однако именно на РДС почувствовать адреналин может каждый. Для зрителей здесь работает дрифт-такси, за рулем которого опытный пилот, в этот раз отказавшийся от участия в соревнованиях. Машина боевая, 500 лошадиных сил на колесах, удовольствие невероятное. Совершенно не болтает в машине, очень плотно сидишь, прям очень удобно, только голова немножечко напрягается. Внутри уже становится жарко, снизу она как будто бы прям греется. Супер всем рекомендую прям, то, что надо. Резина на колесах при дрифте просто отлетает на асфальт. Покрышки – самый расходный материал в этих гонках. За этап спортсмены меняют от 20 до 50 колес. От происходящего в машине становится жарко. Температура воздуха доходит до 70 градусов. В дрифт-такси немного полегче. Все-таки гостей чемпионата берегут. Вот я сейчас только вышла из дрифт-такси, да? Откуда появилась идея катать людей на таких соревнованиях? Это сделано для того, чтобы зритель мог не только визуально посмотреть, но и почувствовать, да, что ощущают пилоты. Эмоции совершенно разные. Кто-то кричит, кто-то закрывает глаза, кто-то просто молчит, и на самом деле это пугает больше всего. После аттракциона каждый гость забирает себе фотографии на память. В следующий раз рязанцы получат такую возможность уже через месяц, 28 и 29 июля, когда на автодроме Атрон состоится пятый этап РДС. Кстати, к несчастью дрифтеров и радости зрителей, только на рязанской трассе пилоты рискуют столкнуться с бетонной стеной. На других автодромах РДС таких зрелищ нет. Если ты совершил ошибку, ты вылетаешь в гравий куда-то, потом возвращаешь, все хорошо. Если ты совершил ошибку перед стеной, уже вылетать некуда только в стену. Поэтому здесь полная концентрация, и для пилота это дополнительный адреналин. В этом же первом повороте нервы у многих дрифтеров зашкаливают, и, возможно, от страха столкновения со стеной чаще всего именно здесь они совершают серьезные ошибки. Так произошло и в финале. Дамир Идиатулин, который лидировал после двухдневной квалификации, совершил ошибку, в результате чего его развернуло, что недопустимо для дрифта. Его соперник Илья Федоров, который приехал из Владивостока, идеально справился с заданием и завоевал первое место. Бронза на этом этапе досталась общительному Павлу Бусыгину. Стоит сказать, что в одно мгновение позиции дрифтеров в чемпионате могут поменяться кардинально. Побывав на РДС, можно прочувствовать эту грань. Адреналин. Испытать восторг и погрузиться в чудесную атмосферу настоящего андеграунда. В современном мире автомобилистов становится все больше, и у них появляются определенные привилегии. Например, специальные клубные карты, которые дают возможность пользоваться самыми привлекательными услугами с выгодой для себя. Передвигаться по городу с картой Рязанского автомобильного клуба не только приятно, но и полезно. Рестораны, гостиницы, заправки, станции техосмотра являются партнерами программы. Владельцы карт получают скидки на услуги, дополнительные подарки, а также возможность расплачиваться рубонусами – валютой, которая накапливается на карте автоклуба в результате ее использования. Один из ресторанно-гостиничных комплексов, который неоднократно занимал призовые места по уровню обслуживания в Рязани, также является партнером программы. Здесь владельцы автомобильных карт имеют свои привилегии. Мы им предоставляем скидки на обслуживание в ресторане, также мы предоставляем скидки на обслуживание в гостинице, если клиенты заезжают. Также у нас предусмотрена стоянка, охраняемая, с камерами. Гостиница «Четыре сезона» оправдывает свое название. Каждый этаж соответствует определенному времени года, и гости могут найти здесь неповторимую для себя атмосферу. 21 номер, тишина и спокойствие, а также удобное местоположение комплекса. Когда к нам гости приезжают, мы им даем все то наше тепло, которое мы хотим отдать людям. Поэтому они с удовольствием едут к нам и получают комфорт, уют, понимание и любовь. С такой же радостью ждут обладатели клубных автомобильных карт и в других заведениях Рязани. Весьма удобно. В любой день автомобилисты могут рассчитывать на приятные бонусы за обедом или ужином в лучших ресторанах города. В свою очередь и представители заведений уже ощутили пользу от сотрудничества с Рязанским автомобильным клубом. Ведь теперь гостей у них стало еще больше. Мы приглашаем держателей карт Рязанского автомобильного клуба в рестораны «Барская пивница» Иван Васильевич. У нас вы всегда найдете акции на любой вкус, а владельцы карт получат дополнительные бонусы. Мы ждем вас в гости. Стоит сказать, что расплатиться РУ бонусами, которые накапливаются на карте, можно у любого партнера автомобильного клуба, с полным списком которых можно ознакомиться в интернете. 11 тысяч рязанцев уже по достоинству оценили эту программу и являются владельцами клубных карт. Для них также открыты и другие возможности. Автомобильный клуб абсолютно бесплатно помогает своим участникам решать юридические споры, будь то приобретение некачественного товара, отказ в страховых выплатах или оформление ДТП. Карта Рязанского автомобильного клуба – это уникальный для современного мира продукт. Благодаря этой программе автомобилисты могут рассчитывать на комфорт и безопасность.